И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, всё так же с модом экстеншн. Точнее DLC, мод без разницы. Суть и дело не меняет. Так вот, что же произошло? Да практически ничего. Я дотомил анкилку, и она показала хорошие результаты. Во-первых, помните, да, когда анкилка раньше лутала на правую кнопку мыши всё, и на левую кнопку мыши всё. Какого-то фига, она сейчас лутает точно так же. То есть, везде я привык, что правая кнопка мыши она лутает чисто только траву, а левая кнопка мыши чисто ресурсы. А тут не канает, она лутает абсолютно всё. И, как я понял, всё-таки одинаково. Но фиг его знает. И не это хороший показатель, а хороший показатель. Погнали, что покажу. Ээээ, не заспавнился. Блин. Сейчас покажу. Смотрите. О, анкилла. 90 ловел. Ну, маловато, у меня 156. Смотрите, просто я имею в виду. 72 мотива элемента. До сотки. То есть, любой предмет лутает, точнее, любого такую фигню лутает примерно до сотки. И это офигенно. А самое офигенное, у меня сейчас, собственно, этой пыли больше двух тысяч. И, в общем, самое офигенное, это не это, а место, где это всё можно делать на лутать. Погнали, конечно же, покажу. Вау. 150-й кицаль около моего дома. Жаль, не притомлю. Видели вот эту огромную обсерваторию? Ну, назовем её так. То есть, такое вот здание, ну, можно так сказать, назвать и обсерваторию, что типа стадиона. А, по факту, это, наверное, что-то типа парка, возможно, либо ещё что-то. Так вот, именно здесь сраного туча ресурсов. Вот на этом месте, ну да, конечно, сейчас здесь ничего нету, и как бы тяжело вам рассказать на воздухе. Но, именно на этом месте очень, очень много столов. В районе от 10 до 20. Из каждого стола дропается скрэп и даст. Такие вот пироги. Так что здесь залутать это вполне легко. То есть, я здесь с этих столов налутал порядка полторы тысячи элемент даст. Так что неплохо. Фу, сундучок, не хочу его лутить пока что. Мне не до него. Да, вроде бы здесь больше нету таких мест. Если найду, я, конечно, вам покажу. Если вы знаете, тоже делитесь в комментариях. Если вы знаете, в смысле, вот эти вот места прикольные. Так что, да. Ну, а теперь перейдём к делу. Как вы прекрасно знаете, чтобы работал этот аппарат, нужен порох. Чтобы сделать порох, нужна селитра и уголь. Уголь в этой печи делается быстро. Селитра делается из кремния и камня. И, казалось бы, для чего я вам рассказываю эту банальную информацию? Для того, чтобы рассказать, как мне получать большое количество кремня. Это проблема. Но, кремень можно получить из камня, который добывается, собственно, здесь. Да, здесь мы добываем немало количества камня. И, казалось бы, всё хорошо и замечательно. Но как? Как, чёрт побери, его делать? Конечно же, в дробилке. Дробилка вещь хорошая. И... Помогает со многими проблемами. Но! Что бы я сделать, нужен полимер. Полимеру нужен немало. 600. Так как полимер создается из обсидиана, которого здесь не так уж и много, то... Мною было решено искать органический полимер. Бегать, убивать диких... этих... заражённых. Такая себе идея. Кстати, он ещё требует нефть. Но это, как бы, дело десятое. Это уж можно будет найти. Кстати, с этим мы будем тоже сейчас разбираться. Я решил, ну, блин, но всё-таки же должно быть какие-то проблемам. То есть, ну, не проблема, а какие-то решения проблем. И, пока я искал анкил, я пытался найти серу. Для того, чтобы запустить свой аппарат. Где у меня? Куда я тебе поставил? Фу, какая мыльная текстура. Господи, у меня игра опять забавилась. Куда этот долганный аппарат поставил? Я его не ставил. В общем, аппарат, который собирает какашки. Я его куда-то поставил, я его потерял. Ну, ладно, потом найдётся. В общем, этот аппарат работает от пропеллиана. И нужен он мне для того, чтобы собирать удобрение, которое даёт снежная сова. И, ну, понятное дело, для чего мне это надо. Ну, чутка маловато у меня удобрение. И нужно, нужно, ещё раз, нужно. В общем, пока я лазил... Кстати, дай сюда. Пока я лазил по пустыне, я наткнулся кое-какую пещеру. Пещера, она оказалась прикольной. Там я налутал, собственно, органический полимер. Так как там были ортоплевры, змеи и богомолы. Эта пещера оказалась в пустыне. И она находится по координатам примерно 80 на 80. Плюс-минус. Более точно мы сейчас туда сгоняем и посмотрим. Блин, какие нафиг мыльные текстуры? Надо было игру перезапустить. Кстати, да, я избавился, помните, да, у меня не было там частиц земли и так далее. Сейчас, как видите, всё на месте. Как я избавился, проверку целостности файлов сделал и всё. Он мне нашёл все нужные недостающие файлы, доскачивал. И всё хорошо, теперь всё работает замечательно. Но появилась такая проблема с текстурами. Долго поиграешь и... О, господи, музычка. Долго поиграешь и начинает вот такая вот текстура. Перезайдёшь, всё нормально. Да уж, проблема за проблемой. Ну, это нормально. А здесь всё нормально. То есть проблема именно в более... То есть, чем легче текстура... Кстати, вот видите, да, она иногда... Нормально, плохая. Чем легче текстура, тем хуже она показывается. Проблема за проблемой, но это всё фигня. Что мы в итоге сейчас пойдём делать? С одной стороны, да, на аргент-ависе хорошая идея туда сгонять. И как бы хорошо лутает, все дела. Но я хочу сгонять на сове. Почему именно на сове? Она может сама себе хилять. И это очень правильное решение. Ну, а ещё она быстро летает. Так что это тоже и огромный плюс в этом плане. Поэтому сейчас полетим именно на Ли. Лутать полимер. И исследовать пещеру. В пустыне которая. Кстати, ещё нужно будет как-нибудь найти спуск в подземку. Я, честно, даже без понятия, где это. Я знаю, что там красиво. Знаю, что там замечательно. Ещё знаю, что благодаря этому мне... Может, будет у меня шанс добыть много цветов и так далее. Ну, кстати, да, я у себя тут это... Может, вы заметили, может, нет. Но я у себя нашёл в холодильнике кучу цветов. И я такой смотрю и думаю, блин, а где эти я залутал-то? Я реально не помню, где я их залутал. Но... Бог с ним. Ещё надо будет серу потом поискать. Да. В общем, дело полно. Если получится сейчас завалить голема, то, соответственно, проблема с серой мы чуть-чуть, так сказать, решим. Ну, а сейчас погнали в пустыню. Только для начала надо завязать вот эту штуку. Отлично. Летим. Кстати, в пустыне работает день и ночь. Это вполне прикольно. Я даже уже забыл, каково это, когда наступает ночь и всё в таком духе. Но ночь здесь не такая уж и серьёзная. Кстати, не факт, что она необычная. Может, она вполне обычная. Просто я на скёрче не играл от слова совсем. И поэтому не знаю, какие там ночи. Может, это вполне нормальная ночь. Так вот, где же эта толпанная пещера? Нашёл я буквально случайно. Летал на Аргентависе, на дыбал сундук. И думаю, ну, раз экспы дофига, нужно, точнее, повышение экспы, то нужно это дело всё использовать. И случайно отказался на пещеру. Пещера оказалась довольно-таки в необычном месте, потому что, когда я второй раз её пытался найти, со словами, это твою шмать, почему я не посмотрел на карту, то я её даже и не думал, что я там её находил. То есть я как-то так вот и хоп-хоп, и нашёл пещеру. Она оказалась здесь. Кстати, по координатам, видите, да, куда она уходит. Ну, погнали, посмотрим, что у нас там внутри. Внутри нас ожидает куча всякой бесовщины, в другом её не назвать. Но покачаться на этой бесовщине можно с лёгкостью. Кстати, вот реально показатель того, как всё это дело работает. Оп, и мы всё прекрасно видим, где кто. Хотя неудобно. О, кстати, голем там. Отлично. Такс. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, ты чё не бёшь, ты чё не бёшь, чё не бёшь? Бешенством заразился? What the fuck? Это какого фига ты не била? Ну окей, бешенство это ненадолго. Кстати, а что она даёт? Здоровье и выносливость быстро уменьшаются. Отлично. Ну, это заразился чисто я, а не... А не сова. Так что всё нормально в этом плане. Ой, это кнопка. Наш. Отлично. Это на баузу валили. Это уже здорово. Кстати, да, реально, я цветочки, наверное, всё-таки здесь залутал, потому что я очень много пытался травы залутать. А, лутаешь шёлк. Блин, надо как-то пробиваться сквозь них. Они меня уже бесят. Ладно, что ли, большого дня? 24-го. Просто так редко попадаю. Ну да, 180-я была. Рекольно. Получил лаву, это уже хорошо. И я могу вкачать здоровьечка. Конечно же, надо выхиляться. Для этого ничего сложного нету. Ядрит тебя в корень. 174-й. Ну, я попал. Дамаг? Никакой. Пошли. Только камнем не бросайся. Это же больно. Вот так и бил. Вот. Каменная глыба. Да, ё-па-расота. Не, надо уводить его отсюда. Эй, дурак, что ли? А здесь попал бы. Да, блин. Отлично. Погнали дальше. На Аргентевис, конечно, здесь было легче. Чем? Ну, он быстрее. У него скорость атаки быстрее. Ну... Да, ядрит тебя в корень. А ты у нас какого? 102-го. Тоже. Еще тот козел. Но... Я хочу их сначала завалить, а потом уже... Ну, хотя можно отступать потихонечку. Во! 132 органического пулемера. Это здорово. Да уж. Этого голема надо тоже отводить. Исос. Че они такие большие, жирные? Я рассчитывал, что я смогу кого-нибудь залутать. О, тоже не маленький ловол. Эх, узбеги, дебил. Все сдохнем нафиг. Бебех! Слышь! Вообще-то я хотел убить. Так. Этот дебильчик у нас здесь, да? Ну, точно. Вот, два брата-аграмата будете здесь находиться. В бане у вас, дебилов. Э-э-э! Ты че там встал? Тормоз, что ли? Слышь? Ну-ка, проснулся быстро. Во! Нормоз. Ну, погнали. Сейчас, надеюсь, не будет этого голема большого левла. Очень на это рассчитываю. Но, зато можно всякого такой хлам залутать. Э-э-э, тут на Аргентависе летают. Блин. Э-э, хорош! Слышь? Я на Аргентависе ползал, у меня это... Не дамажили эти твари? То есть, бронь, у меня не дамажили. Прикол. Или не доставали просто, типа, спрайт большой. Тупизм. Не знаю, из-за чего у меня теперь шмотки сломались. Так, ладно. Шмотки починил. Отхиляемся попозже. А, почему? Потому что они сейчас могут заспавниться, а хиляться довольно-таки... Не быстро. Блин, окей. Змеи, я понял. Змеи, богомол, все дела. О, и еще и ониксы. Отлично. Ну, тоже неплохо. Ладно, придется опять принимать бой. Да сколько ж можно. Хоть урора, хоть чай ей. Решил плюнуть на них, так как там появился каменный дебил. О, кстати, каменный дебил. Ой, пролагало. Ой, пролагало. Ой, пещера прогрузилась нафиг. Я ж могу встать здесь. Собственно, откуда каменный дебил-то и свалился. И, соответственно, захиляться. Фу, чё это там на рюкзаке у него сзади? Прикольно. Так, ну а теперь можно их спокойно завалить. Смотрим сквозь текстуры. Здорово. Ну, немножко прикинулись. Погнали дальше. Все-таки будем стараться прорваться. Немножко подальше, чтобы посмотреть вообще, что там внутри. Пещера прогрузилась. Это факт. И что-то мне подсказывает. Судя по тому, что я вижу. Это, мать его, подземная пещера, что ли? ватафак что за нафиг его них сидите в жопу у прогрузился так погоди мне вот это не нравится это так будто край карты не я не хочу даже туда пота цити то что за бабыня офигеть нечестная очку и туда идти вот это вот искажение у меня пошло по экрану я чё-то очку его даже пытаться не хочу пока что пойти ну ладно погнали дальше я просто поясом и потерять я лучше потом чем придумаю не знаю там в террасом дрищеву притомлю и на нем пойду туда уж лучше так уж лучше пришел общего птера потерять но честно очкова я думаю когда вы смотрите я уже опробовал это дело я уверен что это пробовал это делал на сколько тихо львов блин я я я очку эту ну вы видите вот это искажение да и нахожусь поле не так за краем карты нахожусь как бы у меня не стало бить то фигня которая типа отторжение импланта сидела так ладно но вот это вот эта фигня была это просто тупой а без богомола тусуется значит она вас кто-то искажение было тупо из-за того что это я сюда зашел так воде ручит сверху а иди ты в жопу полет ну ладно будь что будет погнали да я вернулся оперативно на то же самое место я думаю там я просто уплыть в пустоту вместо того чтобы делать круголя я мог здесь сделать круголя и прорваться но окей твою мать это стран я еще к этому не привык алё хватит меня этим пугать так часто вау а не это это отлично у полетели а хос при я забыл что она так умеет так погоди 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 кстати на говнецов собираю потому что это все-таки удобрение удобрение 54 тысяч азота здесь 50 тысяч как бы хорошо так все отлично подземная пещера чисто воды пещера блин я не привык тому что пещерах мод может быть светло так сладным о чем могу сделать смотри пошли всем шопу блин так погоди-ка тушь воздухе ты как будто бы чаще бьешь а в полете смысла но дамажит по мне жестко так минус один уже хорошо еще один отвалился отлично ну не убил конечно плохо но тоже хорошо так погоди и бобах нет не замерзли еще отлично так а теперь бабах приземлились и твари а теперь свалю о желтенький и бабах о голевые зерей тебя в корень не меня спасибо кстати так можно спалить есть враги нет врагов о отлично 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 артефакт новый артефакт врагов не замечено хватаем не знаю пригодится нет но он сейчас отоплевал раз сраная но пускай будет так от от этих тварей короче сбавился ну в баню короче этот контейнер контейнер от хорошо но от говно избавиться тоже неплохо в айта фа это терминал папа 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 погоди о а вот артефакт хаоса 100 сердец кожа сарказуха окна коготь я вызову титана который будет я думаю над землей клево такие кстати погоди а че еще здесь еще есть еще чем 10 или это терминал чисто для вызова так точно никого нет никто не следит за мной они также можно выгрузить персонажа выгрузить существо в общем обычный терминал обелиска только под землей и кстати какие у него координаты ну вы поняли я за пределами карты отлично о тихо 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 не торопись что у нас здесь под водой так не надо надо ближе спуститься тогда я увижу получше под водой у нас ровным счетом нифига отлично жемчуга тоже нету в общем здесь только пещера для вызова босса и ой господи это тип артефакта золотать артефакт да и этот контейнер залутать ничего сверх естественного но я хочу этот красненький залутать так как я чего здесь а здесь ничего не ну еще конечно здесь можно полимер нехило наутаться это тоже неплохо но здесь нужен такой боевой хищник все-таки сова как ни крути это саппорт будем честны это саппорт чистой воды легендарное седло на сову сова ты супер сова ты супер погнали варим да 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 хорошая музычка прям самая но свалить отсюда в прикинь не залутал легендарное седло на сову обалдеть просто обалдеть что просто обалдеть что ху 100 а вот это же супер и легендарный серб а теперь сколько по мне дамагу а ну вот семерка отлично а теперь проверим сколько будет так по мне дамагу 010 но вы поняли какой из меня хороший танк только надо вот так сделать и вот так и убиваете а черт подождите-ка не канает я не могу долго сидеть в нем отлично оу богомол едрите рассудить на окей слушай так наверное где нам в льдиной тоже есть пещера интересно а в зелени надо будет полетать поискать еще что-нибудь есть у меня идея куда можно слетать но это далеко отсюда это выше моего дома туда слетаем смотри какое место нашел прикольно типа светит свет и здесь трава да я сказал что сейчас туда слетаем но в итоге я решил а почему бы не залетать все остальное нашел такое место я его не видел я вам показал хорошая штука погнали отлично а почему бы нет ведь могу же залутать так почему вы не залутать с такой-то скоростью х грех надо лутать в педите колоти я еще к этому не могу привыкнуть ну да не я конечно дурак я не спорю но я решил проверить насколько седло это все-таки лучше о богомола выли за мной и собственно самый мощный голем из этих двоих камнем попадал по мне четыреста сорок пять ну как четыреста пятьдесят четыреста пятьдесят четыреста четыреста пятьдесят и теперь он попадает чё я как-то богомолу убил я даже не пытался на окей убил и молодец вот и теперь у электрошокер он по мне попадает 279 вы поняли насколько разница вот что я хочу проверить а именно вот эту местность там где сраный туман и вон туда хочу тоже сгореть тип какая-то как пещера может просто арка чему бы и нет тем более сейчас седло у меня позволяет это сделать кстати да и я на базе я разгрузился надо пихираться и собственно горца лям туда а кстати еще когда вышел из шара у меня у гамма побахнулась и теперь я ногами полтора сижу дефолтная гамма а вот она на игру надо перезапускать присос но полтора еще хоть как-то терпимо какие все таки отратные мыльные текстуры нам блин куда деваться так как я не занимаюсь монтажом а снимаю все за один раз поэтому я не могу затормозить видос поэтому давайте уж доиграем на моде давай сгодим сначала туда вау я кого-то дарил что у нас здесь здесь на взрывном счету нифига то есть это здание может так сказать заброшенное наверно здание они вон там что-то интересное один с этим мы будем и текстуром вообще нифига не понятно реально и группе запустишься и все огонь что ловки таки вот а факт да я был прав не был прав штук во сломан обелиск прикинь через какого цвета был синего типа старый обелиск все дела офигеть все просто здорово я был прав спуск здесь почему я думал что где-то здесь будет спуск потому что если взять и на вики кстати уже на вики есть на вики уже девятого числа все появилось причем где-то с 9 10 ночью все появилось это получается по америке 9 днем все по появлялась и карты ресурсов появилась кстати на иностранном сайте у нас нифига не ищите у нас информацию пока что нет но может уже сейчас есть когда вы это пидо смотрите но я смотрю все на американском на американской вики вот если не забуду я ссылку даже оставлю в описании если я забуду спросите у меня в комментариях я вам скинул вот и собственно там сразу карты ресурсов так далее и вот карта спавна показывала вот этот квадрат сейчас в котором я нахожусь если не ошибаюсь от 10 до 30 и короче короче от 0 до 30 так и от 0 до 30 так то есть весь этот квадрат на карте он отображался именно о господи какие текстуры красивые его и бляха-муха ну ладно боже мой кошмар придется короче перезаходить секвойные деревья вау это секвойный деревья тут можно секвойный лес я нашел секвойный лес отлично секвойный лес круто ладно блуждать здесь будем уже в следующей серии чтобы я смог перезапустить игру избавиться от всего мыла и нормально уже вместе с вами посмотреть и оценить что-то как-то где на этом уже с вами буду пожалуй прощаться как раз всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на канал ставить лайк комментируй на кэш и делиться моим видео своим друзьям на это все всем удачи всем пока всем счастлива добра всем пока